Ежегодно жители и гости курорта в канун Дня Победы участвуют в вечернем мероприятии, где свечами в руках знаменуют жизни тех, кто пожертвовал собой ради свободы Отечества. В этом году акция объединила свыше пяти тысяч человек. Возле Вечного Огня собрались ветераны войны и вооруженных сил, школьники и студенты. Память о подвиге наших дедов и прадедов будет вечно жить в наших сердцах. Она будет гореть, как факельный огонь. Вечная слава героям, вечная память павшей. Председатель Совета ветеранов Анатолий Гапонов всегда говорит трепетно и искренне. Нет более тяжкого испытания для человечества, чем война. Но наши ветераны полный рост шли в бой. Они заслонили мир с собой и победили. Особенно трогательным моментом церемонии стало, когда под мелодию знаменитой песни «Журавли» в ночное небо отпустили сотни белых шаров с бумажными журавликами. К Вечному Огню от благодарных анапчан был возложен венок памяти. Учащиеся кадетской школы зажгли факелы от Вечного Огня. И процессия двинулась по улицам Пушкина и Ленина к морскому порту. В Анапской бухте во время войны погибли сотни советских моряков. Ветераны отпустили в воду букеты цветов, а моряки-пограничники, приняв на борт поминальный венок, ушли в море, чтобы возложить его на воду в центре бухты. Субтитры создавал DimaTorzok